ХРУМ или СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ О, столько таинственности! Алло! Снова привет, Добрыня! Да, Марья Петровна, хорошо, что вы позвонили. Это удивительно. Вы были правы. Нет уж, если я права, это вовсе не удивительно. Да я не о том. Руно и вправду подделка. Все в шоке. Никто не знает, как такое могло случиться. Нам надо все увидеть своими глазами. Конечно, конечно. Я скоро буду там. И вы с Максом тоже присоединяйтесь. Ну, до встречи. До встречи, Добрыня. Что сегодня случилось, Марья Петровна? И в какой сказке? О, друг мой, это не просто сказка. Это древний миф об аргонавтах и золотом руне. Аргонавты – это герои, плывшие на корабле под названием Арго. Да, а золотое руно… Это шкура волшебного барана. Вот здорово! Мы попадем сегодня в эту историю. Ура! Ну, если ты готов, то вперед! Где это мы? В Колхиде. Месте, где хранилось золотое руно. Именно сюда прибыли аргонавты. А вслед за ними и мы – сыщики из детективного агентства «Хрум». Хитрейших расследований, умнейших мыслителей. А вон богатырь из горы спускается. Здравствуй, Добрыня! Привет капитану сказочной полиции! И мифической тоже! Здравствуйте! Я до сих пор не могу осознать это. Удивительно, но факт. В старом деле новые обстоятельства. Какие? И так в этих древних мифах бывает сложновато разобраться. А тут еще происходят непонятные вещи. То корабль не туда уплывет, то дракон улетит, то вообще руно оказывается не золотым, а серебряным. Тут и дракон есть. Ну а как же? Этот охраняет золотое руно. Но последнее время он только и делает, что читает и ни на кого не обращает внимания. А все потому, что руно – это не настоящее. Дракон понимает, что ему нечего охранять. Да, Марья Петровна. Знаю, вы эту версию еще давно выдвигали. Но кто-то ее отвергал. За неубедительностью. Ведь шкура эта, то есть руно, очень хорошо охраняется. И забрать руно – это цель героев, которые в мифе это и совершают в итоге. Может, аргонавты сами заменили руно? Я помню, добыть его было непросто. Что, если они устали от подвигов и решили действовать хитростью? Нет, этого быть не может. Ясон первым пострадал от подмены. Ведь теперь его корабль Арго никогда не доплывает до Колхиды. И Ясону никак не удается добыть столь важный для него трофей. Трофей? То есть добычу? Да, без него Ясон не герой. Получается, миф испортился? Да, и это грозит серьезной бедой. Потому что, в отличие от сказок, в мифах все персонажи и истории связаны. Стоит разрушиться одному мифу, как за ним начнутся проблемы и в других. Да, опасно. Что же делать? Думаю, стоит допросить владельца золотого руна. Героя Ясона? Нет, Ясон не владелец. Он просто воришка. Он же пытается забрать чужое руно. Если говорить точнее, Ясон выполняет задание, которое дал ему его дядя, царь Пелей. Забрать руно у другого царя, владыки Колхиды Ээта. Пойдемте тогда к этому Ээту, раз он владелец этой золотой шкуры. Извините, но все мы это сделать не сможем. И это еще почему, Добрыня? Боюсь, что Максим слишком юн. Его не пустят в царский дворец, тем более, что Ээт как-никак сын Гелиуса. Бога Солнца? Вот вечно так. Ладно уж, идите без меня. Уверяю, Максим, общение с царями не всегда приятно и безопасно. Ты тогда не теряй времени даром и пока поищи какие-нибудь улики. А мы с Добрыней быстро во дворец и потом вернемся. Хорошо. Ух, ну и жарище. Сниму-ка я куртку, она здесь явно лишняя. Неужели уже вернулись? Нет, это не Добрыня и не Мария Петровна. Какой-то странный человек подошел к скале. Он одет в какой-то плащ. А, это, наверное, древнегреческая накидка. Но, похоже, под ней он что-то прячет. Эх, надо подойти поближе, но так, чтобы он меня не заметил. Вот, он кладет плащ на землю. Интересно, зачем он двигает камень? Ого, да там проход. Целая пещера в скале. Он поднял плащ и под ним оказалась золотая шкура. Это руно. А значит, этот человек и есть похититель. Видимо, решил перепрятать добычу, узнав о нашем расследовании. Он скрымся внутри пещеры. Попробую за ним проследить. Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается. Макс! Макс! Максим! Где он? Макс, ты обиделся, что ли? Мы уговорили царя Колхиды, чтобы и тебе можно было во дворец зайти. Ау! А это еще что? Куртка Макса лежит на земле, а в ней и его диктофон, который он взял для расследования. Так, значит, мальчишку похитили. И встала над морем с перстами пурпурными Эос. Тьфу ты! Что это я такое говорю? Так. Пропал неизвестно куда наш юный герой. Он сгинул, лишь только его упустили из виду. О боги! Верните нам Макса живым и здоровым! Дитя не в ответе за беды античного мира. Добрыня, что ты делаешь? Марья Петровна, Макс пропал. А я почему-то стал странно разговаривать какими-то стихами. Действительно странно. Наверное, обстановка подействовала. Вам удалось что-нибудь узнать у царя Ээта? Он искренне расстроен, что руна нет. Думаю, царь не причастен к этому. Так кто же виноват в пропаже руна? Нет, Добрыня. Важен ответ на другой вопрос. Кто виноват в пропаже Макса? Я уверена, что все это связано. Но кто это мог быть? У нас ведь даже предположений нет. Ты был прав, взывая к богам Добрыня. В этом античном мире, в котором жили древние греки, все подвластно хозяевам священной горы Олимп. Зевсу, Гере и остальным божествам. Но их не умолять надо, а призвать к ответу. Точно. Сейчас. Эй, вы! Олимпийцы! Ну-ка признавайтесь, куда вы дели Максимку и Барана? Они том и вас... Добрыня! Ты что? Вы же сказали, Марья Петровна, призвать к ответу. Я и... Но я не просила хамить и угрожать. Думаете, боги уже услышали меня и обиделись? Здесь это вполне ожидаемо, Добрыня. Ой, кто-то летит. Смотрите, у него небольшие крылья на голове и на ногах. Кто вы такие, что дерзко воззвали к Олимпу? Зевс негодует и в бешенстве мечется Гера? Тысячи молний ждут лишь приказа, чтобы пронзить головы ваши. Теперь отвечайте скорее. Эээ... Уважаемый Гермес, мы пришли с миром. Добрыня – капитан сказочной полиции, а я, Марья Петровна, возглавляю детективное агентство хитрейших расследований умнейших мыслителей – Хрум. Зачем же явились вы в город, прекрасный Калхиду? Мы расследуем исчезновение золотого руна. Многие прежде пытались похитить руно золотое, но тщетно. Кто тот хитрец, что подменой всех ввел в заблуждение? Мы бы сами хотели это узнать. Тем более, что пропал мальчик. Да, Максим. Мой помощник и наш общий друг. Он исчез. Нам неизвестна судьба его. Только мудрейшие скажут, где он и что с ним. Ступайте к Аракулу в Дельфы. Куда-куда? К Аракулу. Это предсказатель. Самый известный Аракул находится в Дельфах при храме Аполлона. Но как же нам попасть туда, Гермес? Возьмите корабль с именем славным Арго. Он улетел. Ужас. Они что, всегда так странно говорят? Странно? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, ты про гигзаметр, Добрыня. По такому образцу складывал стихи древнегреческий поэт Гомер. Но, как говорили боги, лишь им одним известно. А нам пора покинуть Колхиду. Я пойду сообщу эту новость царю Ээту. А ты пока найди корабль. Хорошо, Мария Петровна. Итак, сегодня именно я, Добрыня, веду отчет о расследовании, которое проходит не где-нибудь, а в мифе о золотом руне и аргонавтах. Мы с Мари Петровной воззвали к богам, которые всем тут заправляют. И к нам явился Гермес, их посланник. Он предложил отправиться к Аракулу. Это такой предсказатель. На корабле Арго. На этом корабле обычно плавает герой Ясон. А теперь мы с Мари Петровной. О, а вот и бухта. И корабль. Да. Это, конечно, не судно пиратов Карибского моря. Это какая-то большая лодка с одной палубой и одним парусом на мачте. Зато сколько весел. Кто же будет грести? О, вон и Мария Петровна идет. Да, Добрыня, ты чего на корабль не заходишь? Время не терпит. Ну, как же мы поплывем? А, ты о том, кто же будет сидеть на веслах? Царь Ээт милостиво выделил нам своих лучших грибцов. Они сейчас придут. Вот и они. Можно отправляться в путь. Спасибо. Не пойму, куда мы плывем? Как вы думаете, Мария Петровна, все эти места реальны? Их можно сейчас на карте увидеть? Разумеется. Колхиды находятся на территории современной Грузии. А плывем мы в Элладу. Так древние греки называли свою родину. Сейчас мы в Черном море. Что это там? Какие-то птицы? Это коварные гарпии. Берегись, Добрыня. Эти полуженщины-полуптицы – страшные и очень опасные существа. Они хотят помешать нам плыть. К оружию будем защищаться. Постой. Смотри, они что-то кинули. Что-то летит прямо сюда. Да. Это же свиток какой-то. Поймала. Гарпии улетели. Давайте же посмотрим, что там в этом папирусе. Это не папирус, а пергамент. Вы меня запутали, Мария Петровна. Папирус делали из одноименного растения, а пергамент – это тонкая кожа. На ней тоже писали. Вот именно. Нам сейчас важно то, что там написано, а не на чем. Так, открываю, читаю. О, это от Макса. Не теряйте меня. Пока вас не было, я прошел через отверстие в скале. Со мной все в порядке. Я жив и здоров, хотя и не знаю пока, как выйти отсюда. Но главное, я продолжаю расследование. Я узнал о золотом руне. Так-так, что же он узнал? Читаю дальше. Золотую руну украли не просто так. Это все большой план, чтобы переделать все мифы, сместив Зевса с его трона. Руну украл… Не могу разобрать. Смотрите, здесь пергамент порвался, невозможно прочитать. Что это? Ты слышал, Добрыня? Да. Наш корабль качает? И очень сильно. Пойду спрошу у рулевого, что происходит. Продолжаю отчет по делу о подмене и похищении золотого руна. А также об исчезновении Макса, нашего юного сыщика. Он, кстати, сообщает, что знает имя того, кто украл руно. Вот только письмо порвалось, так что разобрать имя похитителя стало невозможно. Но теперь это чей-то план, цель которого – захватить власть на Олимпе и переделать все мифы. А сейчас мы, кажется, попали в шторм. Ой, и волны несут нас прямо на скалы. Что же делать? Эй, надо свернуть! Нет, уже никак. Слишком сильное течение. Мы непременно разобьемся. Теперь нас может спасти разве что только чудо. Спасите! Помогите! Что это? Скалы, стоявшие вплотную друг к другу, вдруг стали расходиться. Невероятно! Они раздвигаются, а между ними появился проход. Он слишком маленький, чтобы мы могли проплыть, но он становится все шире. Это дает нам надежду на спасение. Неужели мы спасемся? Да, мы плывем прямо туда! О нет, скалы начали сужаться! Если мы не успеем проплыть, они раздавят корабль! Уф! Успели! Марья Петровна! Ты как, Добрыня? Но тебе лица нет. Ты не здоров? Я? Нет, я в порядке. Неужели ты испугался симплигатских скал? Всем известно, что они открываются и закрываются, так что корабль может пройти сквозь них. Всем известно? Конечно, конечно. Меня удивляет другое. Почему коварные гарпии принесли нам весточку от Макса? Они ведь старошат вход в Тартар, место, куда одни боги изгнали других богов, титанов. И где это Тартарары находится? Тартар. Он глубоко под землей. Глубже даже, чем царство владыки загробного мира Аида. Бррр! Не хотелось бы иметь что-то общее с тамошними жителями. А что, если это Аид? Где? Что, если про него писал Макс? То есть, это Аид решил захватить Олимп? Я пока только предполагаю, но... О, смотри-ка, Добрыня, впереди земля. Что? Уже приплыли? Ну да, не такое уж тут большое расстояние между Калхидой и Элладой. Сейчас я посмотрю, что там по борту. С вами снова капитан сказочной полиции. У меня есть кое-какое предположение, которое весьма вероятно окажется истиной. Кто захотел сместить с трона своего брата? Кто собрался ввергнуть весь древнегреческий мир во тьму? Кто похитил золотое руно, а также бедного Макса? Элементарно! Это говорю вам я, Добрыня. И хотя Марья Петровна пока что со мной не согласилась, скоро она поймет, кто тут настоящий детективный гений. Мы, кстати, уже приплыли в Грецию. Корабль Арго причалил к берегу, и я, наконец-то, ощущаю под ногами твердую землю. Это вселяет уверенность. Очень скоро мы с помощью предсказателя Оракула спасем Макса и найдем золотое руно. Добрыня, ты что отстаешь? Нам надо поспешить. Я спешу. Мы уже вон как от корабля отошли и даже до города какого-то дотопали. Но не пойму, где же этот Оракул? Там, где Пифия, жрица, чьими устами вещает Оракул. Хм, я не вижу никаких женщин, кроме вас. И еще здание с колоннами и статуями. Это и есть храм Аполлона? Да, Добрыня. Правда, красивый? В наше время он разрушен. Но мы-то сейчас в Древней Греции. Смотри, какая чаша стоит на столике возле входа. Да, вижу. Вся резная, украшенная. Там что-то налито. Я бы не советовал трогать эту вазу и содержимое, Марья Петровна. Но мне так хочется пить. Нет, не надо. Вдруг это я. Нет, Добрыня, я так не думаю. Зачем, Марья Петровна? Мальчик. Он спрятан в пещере. Какой еще мальчик? Макс, что ли? Руно и мальчик вместе. Откуда вы знаете? У вас голос какой-то, Марья Петровна, странный. Запишу-ка я это в диктофон. На всякий случай. Мальчик и Руно спрятаны в глубокой пещере. Слышите? Это Марья Петровна говорит, хотя голос ее и изменился. Это все потому, что мы в храме Аполлона в Дельфах. О, а может это Оракул говорит через нее? Что если глава детективного агентства Хрум стала пифией? Берегись, герой. Чего? Почему? Он знает, что вы тут. Он подкараулит вас. Кто? Найдите мальчика. Что-то непонятное она вещает. Хорошо, что я записал это. Иначе никто бы не поверил. О, похоже, наша Марья Петровна приходит в себя. Добрыня, что случилось? Я заснула? А вы не помните? Что? Вы были как пифия. Говорили с закрытыми глазами. Не может быть. Я же не жрица Аполлона. И вообще, я не верю в пророчества и тому подобное. Надо мыслить рационально. И тем не менее, вы только что сказали, что Макс и Золотое Руно в какой-то там пещере. Какой еще пещере? Где она? Ой. Что? А еще вы сказали... Что еще? Что нас кто-то подкараулит. Кто знает, что мы тут? Не знаю, кто там нас караулит, но, похоже, начинается гроза. Надо скрыться где-нибудь. Да, полностью с вами согласен. Бежим. Смотри, Добрыня. Похоже, молния попала в крышу храма Аполлона. Она треснула. Вот-вот рухнет. В холме есть какое-то углубление. Давай укроемся в нем. Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается. Ого! Да тут просторно. Это же пещера. И глубокое. Не видно даже, как далеко ведет этот тоннель. Марья Петровна? Макс! Добрыня? Где ты, Максим? Ну и тьма. Ничего не видно. Надо достать мой фонарь. Я здесь! Ну, наконец-то! Не могу выйти. Меня удерживает какое-то колдовство. Это не колдовство. Это камни. Сейчас попробуем тебя вытащить. Добрыня, помоги. Сейчас. Тянем, подтянем. Какую-то сказку мне это напоминает. Добрыня, не отвлекайся. Давай еще раз. Тянем, подтянем. Оп! Вытянули Макса. Спасибо, Марья Петровна. Спасибо, Добрыня. Вы получили мое письмо? Да. Его принесли нам гарпии. Ну да. Они тут ушивались. Я попросил их вытащить меня, но у них не получилось. Тогда они посоветовали написать вам. Принесли какую-то шкуру. Я на ней накорябал буквы какой-то палочкой. Совсем как древний грек. Почему вообще гарпии стали помогать тебе? Я объяснила им, что их мифический мир хотят испортить. И не люди, а один из главных богов. Да. Эта угроза даже гарпии напугала. А где же руно? Ты написал, что знаешь, где оно? Да, знаю. Вот, здесь спрятано. Этот злодей не думал, что я выберусь, поэтому не скрывал свой тайник. Он под камнями. Надо их раскидать. Ух, красота какая! Вынесу эту руно на свет. Тем более, похоже, гроза кончилась. Да, ничего себе шкура. Теперь на солнышке она вон как заиграла. Нет, с этим золотым отливом никакая подделка не сравнится. Здравствуй, Добрыня. Славнейший герой и защитник всех мифов. Гермес. Тебя ожидает награда и милость богов благодарных. Отдай мне руно и отправимся вместе на гору Олимп. Да я не... Ээээ... Хорошо. Но там в пещере Марья Петровна и Макс. Надо их тоже на Олимп взять. Сейчас я их позову, а вы пока подержите руно. А то я уже сейчас ослепну от его золотого блеска. Эй, стой! Гермес улетел и руно унес. Это он, Добрыня. Ты видел его? Да, конечно. Гермес обещал взять нас на Олимп, но потом улетел. А где золотое руно, Добрыня? Я ему отдал. Что? Катастрофа. Почему? Он же посланник богов. У него точно сохраннее все будет, чем у нас. А то вдруг Аид пожалует. Добрыня. Это Гермес во всем виноват. Да, ему надоело быть посланником богов, и он захотел стать их царем. Быть такого не может. Гермес явился к нам еще в Колхиде. Помогал. Да. И кое-что меня встревожило в том, как он говорил. Еще бы. Ведь он этими стихами говорил, гегзаметром. Стихи сбивают, мешают суть уловить. Поэтому я сразу и не поняла, что он проговорился. Как проговорился? Он сказал, что кто-то подменил руно. Помнишь, Добрыня? Да, что ты в этом роде говорил. Но так оно и было, чему вы удивились, Марья Петровна. А как он узнал о подмене, если не он ее совершил? О, я как-то и не подумал об этом. И Гермес специально заманил вас сюда. Хотел и вас сделать своими пленниками. Но, увидев шкуру в руках у Добрыни, решил для начала спрятать ее в более надежное место. Что же делать? Гермес слишком могуществен, чтобы мы могли справиться с ним. Тем более у него есть руно. О, а кто знает, какой силой оно обладает? Думаю, стоит предупредить Зевса. Он же самый главный у них. Смотрите, гарпии. Они нам помогут. Помогут? Как? Гарпием в силах поднять одного из нас на Олимп, чтобы предупредить Зевса. К тому же у Добрыни есть доказательства. Запись нашего расследования. Я бы не советовал связываться с этими богами. Ты что же, боишься, Добрыня? Кто, я? Нет. Конечно, нет. Чего там бояться? Тогда поспеши к Зевсу с нашим отчетом о расследовании. Все, улетел Добрыня. И как мы теперь узнаем, что там с ним происходит? По погоде. Что это? Гром среди ясного неба? Значит, Зевс узнал все. Хорошо бы оказаться теперь подальше от его гнева. Выходит, наше расследование окончено? Очевидно, что да. До свидания, Добрыня. Мы к себе. До свидания, дорогие сыщики. Все-таки как хорошо и спокойно дома, Марья Петровна. Без всякого золотого руна. И откуда оно вообще взялось? Как это откуда? От золотого барана. Я имею в виду сам миф. Почему вдруг шкура барана золотая? А, ты об этом. Ну смотри, тут много всего сплелось. В этом мифе руно означает невинность и чистоту. А золото – благородство и славу. Поэтому добыть золотое руно значит получить славу, власть и почет. Да, Гермес знал, что красть. Но сама по себе золотая шкура не была придумана ради красивой истории. Ведь такие шкуры действительно были. Золотые? От золотых баранов? Нет, бараны были обычные. А шкуры их использовали в древности, чтобы промывать золотой песок. Частички этого ценного металла оставались в шерсти, ведь они тяжелее песка. Таким образом получались золотые шкуры. И сегодня нам, детективам агентства Хрум, удалось обнаружить такую шкуру. Да, хитрейшие расследования умнейших мыслителей разбираются даже в самых запутанных древних мифах. Хрум или сказочный детектив.